Шубар шалом, дорогие! Хотелось бы с вами поделиться своими скромными изысканиями с отрывка истории, которая недельной главы перешла. И с Божьей помощью приступим к этому изучению и исследованию, и размышлению. Наверное, начнем с того, что вообще личность Иакова, наверное, я повторюсь, наверное, пастор Виталий, вы, наверное, проходили это. Но, тем не менее, нельзя не остановиться на личности самого патриарха Иакова. Видите ли, из избранного народа, патриарха Авраама, произошло как бы две основных ветви, да? Измаил и Исаак. То есть, и только Исаак стал опять продолжателем носителя бложественной миссии и вести. И после у Исаака, как вы знаете, опять рождаются близнецы. Иаков и Исау. То есть, именно от Иакова уже происходит полностью стопроцентный еврейский народ, израильский остаток. И просто задается логический вопрос. Если это Иаков единственный глава уже окончательного избранного народа, почему же у него такая тяжелая судьба? Почему сама личность Иакова настолько противоречивая зачастую? И трагическая. Именно трагическая. Вспомните само рождение. Еще в утробе матери, они как бы, началась борьба между ними, да? Дальше обман, бегство. Женить бы не на любимой женщине. Опять вопрос. Неужели он не знал обычаи этого народа, что он не может жениться на младшей, а он не может обмануть этот обычай, женясь на старшей, да? То есть, много вопросов задается. И не так уж много и ответов. Дальше трагедия с Диной. Иосифа, любимого сына, большинство жизни он не видел. Рахиль умирает при родах второго любимого сына, его любимая жена. В любом случае, мы видим именно с Иаковым, мы видим, наша жизнь очень похожа с ним в чем-то. Мы чувствуем свои, как бы, вот эти вот общие черты характера и общие черты жизни, поведения и судьбы. Разве у нас такого не бывает, не случается, что мы берем то, что нам не принадлежит? Или посягаем на то, что нам не принадлежит? Или обманываем? И после расплачиваемся, к сожалению, всю свою оставшуюся жизнь? Или, по крайней мере, мы, как в этом отрывке, мы увидим, что Иакову придется встретиться лицом к лицу с тем, что он сделал? Опять, с другой стороны, мы не знаем, что бы произошло, если бы он не обманул своего отца Исаака, да, в благословении. Мы не знаем. Мы не будем спекулировать. Но, тем не менее, в общем, для всех людей есть два пути в этой жизни. Есть путь послушания Торе и ее заповедям. Есть путь страдания. Когда мы пытаемся двоиться, дублировать, обманывать. И это, в конце концов, мы придем, возможно, к правильному решению. Но это путь страданий. И, похоже, именно патриарх Иаков этим путем и пошел. Путем страданий, к сожалению. И, тем самым, он пример для нас. Итак, 32 глава. 4 стих. «И приказал ему, сказал, так скажите господину моему Исаву». То есть, уважение господину, да. «Вот что говорит раб твой Иаков. Жил у Иолавана и прожил до ныне». Это выражение имеет определенный характер. Мы попытаемся посмотреть вообще на эту историю более, как бы сказать, семитскими глазами. Того времени, да. Потому что все равно мы, у нас как бы эти очки, греко-римские очки. И нам тяжело понять эту культуру иногда. И вот эти вот фразы. Всякие тенденции. Мудрецы Торы говорят, что в этом выражении «И жил я у Иолавана» как бы два смысла. С одной стороны, он говорит, Исав, посмотри. «Я продолжаю быть странником. Я ничем не владею. У меня нету земли. Я кочую». То есть, как бы благословение, да, я украл у тебя. Но где те обещания, которые Исаак, наш отец, мне пообещал? Как бы их нету. Но с другой стороны, Гематрия, слов, выражение «я жил», именно 613. И это неспроста, потому что мы знаем, что во всей Торе 613 заповедей. Половина это, мы знаем, да? Вот. То есть, с другой стороны, он говорит, да, но ты знаешь, что даже живя я у Иолавана, вроде бы, окруженный язычниками, и в другой среде, где не было, где я только был единственным свидетелем Торы, я все же сохранил заповеди, я сохранил свою верность Торе. Да? Дальше он продолжает. Есть у меня и волы, и ослы, и мелкий скот. Интересное объяснение этому, говорит Глюбавльский Рэбе. Хотите, согласитесь, хотите, нет. Но он говорит так, и мы знаем это, что ничего, ни одного лишнего слова, ни одной лишней буквы в Торе не сказано. И будем основываться на этом. Почему, спрашивается, он говорит, волы и ослы? Особенно он употребляет это слово ослы. И он связывает это с Мессией, с Машехом. Он говорит, что еврейский народ, у него было два шанса встретить Мессию. Я дословно комментирую, если еврейский народ будет достойным, он удостоен Мессию встретить на облаках. Если он будет недостойным, он встретит Мессию, едущим на осле, под Еремной. То есть то, что мы как раз видим в Новом Завете. Что я хочу сказать? То, что Иаков этими словами говорит, что я принадлежу тому народу и возглавляю сейчас тот народ, из которого произойдет Мессия. Но, что ему посланники отвечают, что Исав идет с огромным, в то время это огромный вооруженный отряд. И Иаков сильно испугался. И дальше он будет молиться, что я боюсь, я боюсь своего брата. Это именно то, что происходит, что Иаков смотрит смертью в глаза. Потому что такие вещи, ни в нашем мире, ни в то же время, они просто не прощаются, не забываются. И реально, сказав, Иаков просто смотрит смертью в глаза. И это его реальность. Ты обещал, в стихе 9 говорит, ты обещал, но я боюсь. То есть, вы понимаете, это чувство страха нам всем людям присуще. Правильно мы не поступаем, неправильно. У нас много всяких различных страхов и боязни. Мы можем потерять работу, мы можем заболеть. Мы можем встретиться с каким-то обстоятельством жизни, которые мы не предполагаем. И тем более, в наше время, я не знаю, как вы чувствуете это, но я работаю с людьми. Я вижу это, что мы все человеческому существу присущий страх. И заметьте, сколько в Танахе и в Новом Завете указано, спаситель постоянно говорит, не бойтесь, не бойтесь. То есть, у нас этот страх есть, но он говорит, не бойтесь. И поэтому, к следующему разделу мы приходим к тому, что Яков переправляет всех своих родных, весь скот через ручей и остается сам один. И он встречает некого, некто, говорит, некто пришел. И он боролся с ним. Вопрос, что это было за борьба? Недавно я разговаривал со своим знакомым тоже, он работает на своей мастерской диссертации. Я говорю, как ты считаешь, что это такое? В любом случае, это больше, чем физическая борьба. Мы это понимаем. Давайте откроем книгу пророка Осии, 12 глава, 2 и 5 стих. «Но из Июды и у Господа суд, и он посетит Иакова по путям его, и воздаст ему по делам его». Особенно третий. «Еще в отчереве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его в Вифиле. Он нашел нас там, говорил с ним. Пятый. Я Господь, есть Бог Саваоф». То есть, мы видим, что не просто это была физическая борьба. Он плакал и умолял. Тяжело сказать, о чем он плакал, о чем он умолял. Наверное, это были слезы возмущения. Почему он это все должен пережить? Вроде бы он пытался помочь Богу, и он соблюдал заповеди. Почему эти все беды на него напали? Мы до конца не сможем понять, наверное, какого это вида была борьба. По крайней мере, Яков раскаялся. Он раскаялся. И это была такая встреча, когда особенно ангел назвал его, или мы понимаем, что это, я лично понимаю, что это был Иисус, Ишуа. Почему? Потому что в одном случае он называется ангелом, в втором случае он называется Богом. Мы понимаем, что он как бы исповедовался. Он понял всю свою нищету и все свое бедствие. И как бы он требовал от Бога благословения. Он требовал от Бога, чтобы Бог его понял. И Бог его понял. Бог его понял, простил и благословил. И когда он спрашивает, какое его имя, соответственно, он говорит, Яков, то есть обманщик, говорит, отныне ты будешь Израилем. Ибо ты боролся с Богом, и человека будешь одолевать. То есть, а Израиль, мы знаем, что любой человек в наше время, который ищет Бога, он может себя называть сыном Израиля. То есть, и мы также видим, что, если, скажем, в предыдущих главах, мы помним в Торе, если Авраам, Авраама Бог называл Авраам, или Сару Сара. То есть, в этом случае чуть отличается, потому что, если бы он называл его Израиль, и так бы Тора продолжала его с этого момента называть Израиль. Но мы видим, что Тора меняет опять, то она Яковом называет, то Израилем эта личность. Почему? Потому что мы увидим дальше, что вот это вот, как называется, две стороны одной медали у Якова, у Ии, у его потомков. И даже у нас она сохранилась. Хотим ли мы это или нет, но с одной стороны, это физическая сторона Якова, и с другой стороны, божественная сторона, тяга к Господу и тяга к выполнению Его заповедей. Глава 33. Взглянул Яков и увидел, и вот идет Исав, и с ним 400 человек. То есть, он идет и кланяется к нему 7 раз. Это то же самое, как когда Авраам заключал завет с Авимелехом, он дал ему 7 животных. То есть, 7, это он полностью признает превосходство старшего брата. Видите, одна сторона. И уважение. Дальше. Вся семья подошла, поклонилась ему, и признала, что это старший брат и господин. Дальше. Говорится, что они встретились, 4 стих. Побежал Исав к нему на встречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал. И плакали оба. Интересно, тоже вопрос. Исава личность тоже очень противоречивая. Сначала я думал, что это просто братская встреча. Братская встреча, радость. Но, когда я начал читать более глубже этот вопрос и комментарий, Медраж говорит, что, мы понимаем, что Медраж это как притча. Мы не можем буквально воспринимать Медраж. Но Медраж говорит, что Исав пытался укусить Иакова. Но у Иакова стала шея как мраморная. Как это мы понимаем? То, что у Исава были противоречивые чувства. С одной стороны, у него была любовь к брату и сожаление от всей прожитой жизни. А то, что он ушел от отца, мы не знаем до конца его всех чувств. Но, с другой стороны, у него было желание отомстить, непрощение и зависть. Почему? Потому что, посмотрите, когда Иаков в 8-9 стихе говорит, что он дает ему подарки, Исав говорит, у меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя. На Ближнем Востоке отказ от подарка – это уже проявление непрощения. Это уже затаенная месть и злоба. И посмотрите, Иаков что говорит, примит дар мой от руки моей, ибо я увидел лицо твое, как бы кто увидел лицо Божие. Вы заметите, что этот стих очень созвучен со стихом 30 предыдущей главы. Потому что он говорит, я видел Бога лицом к лицу. То есть, с другой стороны, он говорит, ты должен принять подарки и забыть эту месть. Потому что я видел Бога лицом к лицу. И заметьте, что когда в дальнейшем он говорит, что в 15-й стих. Дальнейший Исав говорит, у меня много, но Иаков говорит, что у него все есть. Да? Да. Он говорит, у меня много, а у меня все. Какая разница в этом? Кажется, вроде бы, это просто обмен информацией, обмен комплиментов. Но на самом деле это не так. Потому что, как бы, у Исавы выражение звучит, и это в его потомках будет видно в дальнейшем, что у меня много, но мне еще хочется. И эта погоня за материальным, она никогда не будет оставлена ни им, ни его потомками. Когда же Иаков говорит, что у меня все, он говорит, я счастлив тем, что мне Бог дает. Я полностью удовлетворен, независимо от человеческих мер и всего остального. То, что у меня есть, я доволен. И так же и мудрецы говорят, кто счастливый, кто мудр, кто счастлив тем, то, что у него есть. 11-й стих, да, это именно 11-й стих говорил, что у меня все. Дальше. Он идет в Месопотамию, благополучно пришел в город Сихем. Именно это слово «благополучно» в оригинале звучит как «цельно». Понимаете, то есть после всего, что он пережил, он не был цельной личностью. Он двоился, он боялся. Там, где страх, там нету, не может быть цельности. И именно после того, когда он увидел ангела и боролся с ним, получил благословение, новое имя, когда он встретил Исаава, и он получил хоть какой-то, но мир с братом, он сделался цельной личностью и пришел в город Сихем. И купил часть поля, на котором раскинул шатер за 100 монет. То же самое получается, что и Авраам. Мы помним, когда он в Битие 23-14, он приобрел поле для похоронения своей жены Сары. Он купил у местных жителей за 400, по-моему, за 400 серебряных монет это поле. Именно честно, то есть не то, что он пришел, поселился, он купил, чтобы показать свое право, легальное право на определенную землю. Дальше, что получается, получается трагедия. Дочь Ли и Дина выходят посмотреть на дочерей земли той. Я не хочу всех его винить, но вот это женское любопытство, иногда оно оборачивается трагедией. Еще от Евы, опять от Евы, это любопытство, ничего мы не можем сделать. Но тем не менее, это страшный удар. Это страшный удар по Иакову и по всей семье. В оригинале это слово переводится на «вало», грубое, бесчеловеческое, жестокое действие, лишенное любого сострадания. Что делать? Вопрос. Что делать в таком случае? Эмор, отец этого молодого человека и князь этой страны, он как бы приходит с таким очень, вроде бы, добрым намерением. Как бы, да, двое молодых людей полюбили друг друга, как бы, что в этом плохого? Давайте объединимся и будем одной нацией. Сделаем монополию, ваша земля, наша земля, наш скот, ваш скот. То есть объединимся, будем выдавать замуж дочерей, жениться. Но вы понимаете, что это противоречило духу Торы. Понимаете? Потому что Господь конкретно говорит, что не берите в их жены и не жените за ним. Дабы не попасть в сеть ихнюю. Видало поклонство. А это была самая главная сеть всех народов во все времена для Израиля. То есть, когда... Вы можете, наверное, вы обратили внимание на речь Эмора, когда он говорил в семье Якова, что он говорил. Давайте будем просто мирно жить. Но тогда, когда он начинает говорить уже жителям своей страны, 20 стиха и далее, он говорит, разве их не скот, не наш скот? То есть, эти выражения он говорит, давайте их заманим к себе. Их меньшинство, нас больше. И это был очень тонкий такой прием сатаны, чтобы завладеть избранным народом. И то есть, когда Симеон и Левий хитростью, хитростью, конечно, выбили весь народ. Мы можем по-разному на этот... Кто-то может осудить этого, кто-то может нет. Но Яков, по крайней мере, не осуждает их за это действие. Он говорит, что он опять испугался. Почему? Потому что он говорит, сделал меня ненавистным для всех жителей земли. Хотя, уже в конце книги Бытие, 34 глава, 15-16 стих, когда он благословляет, Яков благословляет всех своих детей, каждому, как бы он предсказывает судьбу, он Левию и Симеону дают очень, не очень такую благонадежную характеристику. То есть, он говорит, да не войдет, не войду я в совет ихний. То есть, он называет их жестокими. Мы тоже дискутировали на этот вопрос. Почему? Он дал такое благословение, особенно Левию. Ну, наверное, это, мы знаем, что есть благословения условные. То есть, это условное благословение. Наверное. Я так думаю. Почему? Потому что Левий, именно это то колено, которое стало на защиту у горы Синай. Когда остальные колена начали поклоняться Золотому Тельцу, это единственное колено, которое воспротивилось и заняло место священникам и левитам на всю оставшуюся жизнь и существование израильского народа. И Медрааш и Талмуд говорят, что именно даже во времена египетского плена, тогда, когда все колено израильские практически плюс-минус погрузили, видало поклонство, колено Левия продолжало строго и верно храниться и соблюдать законы Торы. В другой еще вопрос, была ли воля Господня на то, чтобы именно Иаков пришел в эту землю. Мы тоже этого не знаем. Почему? Потому что во следующей главе, в 35-й, Бог говорит Иакову, иди вифиль. Иди вифиль. И что делает Иаков? Он говорит, бросьте чужих богов, находящихся у вас, очиститесь, то есть примите микву, перемените чистые одежды. Вопрос, откуда у них могли взяться чужие боги, то есть идолы? Некоторые комментаторы говорят, что, скорее всего, при разграблении этого народа, предыдущего, эмора, то есть эмора этого города, когда они перебили все мужское население, они разграбили его. Скорее всего, они тогда взяли золотых и серебряных башков. С другой стороны, мы помним, что и Рахиль тоже, когда они убегали от Лавана, она тоже имела башков. Такое впечатление, что израильский народ плюс-минус все равно, он как-то хромал иногда в видолопоклонстве. Почему? Потому что даже когда мы посмотрим в Царств, 1 Царств, 20 глава, 13 стих, когда Давид убегал от Саула и прятался. Вы помните, его жена Милхола спустила его через окно, а сама положила туда статую, но в оригинале сказано, что идола положила туда. Спрашивается, откуда у царя Израиля может появиться идол в то время, когда был пророк Самуил, и тогда уровень духовности Израиля был на очень высоком уровне. То есть мы видим, в любом случае, мы видим, что Бог не может принимать жертву тогда, когда в народе находятся идолы. То есть это относится и к нам. У нас тоже своего рода идолы есть. И личные, общественные. Кстати, это тоже один из идолов, да. Вы знаете, я очень порекомендовал, если у кого-то есть ручка, запишите себе. Мне очень этот царь понравился. www.passionfortruth.com Прекрасно описывает все традиции. Все традиции. И как они еще со времен Немрода, грубо говоря, после потопа, 4000 лет тому, они у нас как-то чудом оказались. Только в совсем других формах. Понимаете? И Бог не может воспринять двойственное служение. Это очень важно. Потому что, когда я даже говорю про эти вещи с кое с кем, говорят, а что тут плохого? Это совсем другое духовное значение уже несется, да. То же самое, как на Истерзайце. То же самое. То же самое. Валентайс, Истерзайцы, Ден Мороз. Совершенно верно. Совершенно верно. Давайте почитаем второзаконие 12.3.4. И разрушите жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их из места того. Не то должно ли делать для Господа Бога вашего? Но к месту, какое изберет Господь Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы перебивать имени Его. То есть, вы видите, в этом случае нету плюрализма. Нету уступчивости. Мы не можем уступать. 12.29.32. Когда Господь Бог твой истребит от лица твоей народы, которым ты идешь, чтобы взять их во владение, и ты, поселишься в земле их, тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им по истреблению их от лица твоего, и не искал богов их, говоря, как служили народы сии богам своим, так и буду я делать. Мы можем это повторять и повторять. Этих стихов очень много в Танахе. Но просто я лично вижу, что как в то время народ двоился и делал вот эти уступки, так и в наше время это происходит, к сожалению. Дальше. Мы видим, что дальше, в 9 стихе, Бог дальше является Якову, и опять Он ему повторяет, что с этого времени ты уже не Яков, ты Израиль. Рахиль умирает, опять трагедия. Вы видите, вот вроде бы только человек получает благословение, трагедия. Опять Дина, тут одно. Рахиль умирает при родах Вениамина. Умирает Исаак также, да? 27 стих 35 главы. Но мы должны тоже учесть то, что хронология Торы не всегда соответствует конкретно времени. Почему? Потому что как бы мудрецы Торы говорят, что Исаак еще жил в то время, когда братья продали Иосифа в рабство. То есть вот этот отрывок, он просто вставлен сюда, но он хронологического времени связи не имеет. И мы видим, что опять Исаак и Яков встречаются здесь, по крайней мере, в последний раз в Торе мы увидим, что они встретились. Так же самое, как Исаак и Измаил встретились на похоронах Авраама, отца своего. 36 глава, заключительная, говорит о потомках Исаава. То есть, Эсав, он же Эдом. Наверное, хотелось бы только вспомнить, уделить внимание стиху 12 главы 36. Фабна уже была наложницей Элифаза, сына Исаава, и родила Элифазу Амалика. То есть, вы посмотрите, как интересно получается, что от родного брата выходит человек, который будет злейшим врагом на все время израильскому народу. Мы помним с книги Исход, что именно Амалик препятствовал израильскому народу пройти на гору Синай, горе Синай и получить Тору. И именно этот народ преследовал стариков и детей и добивал тех, кто отставал. И не только. Вы помните также, что история Саула, да, в первой книге царств, что именно он заканчивал уже истребление всего народа. И был наказан за то, что пощадил даже животных и царя Агага. То есть, вы понимаете, насколько строго был приказ Торы, когда Тора говорит, что wipe out, как в английской, вытрили имя его, чтобы вообще его имени не было в Поднебесной, Амалика. Но я хотел бы также прочитать книгу пророка Авдия. Это часть Гафтары к этой главе. Что это пророчество на всего Исава, что с ним будет и за что. Книга пророка Авдия, 10 стих. За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда. В тот день, когда ты стоял напротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и наплеменники вошли в ворота его и бросали жребия о Иерусалиме, ты был как один из них. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Не следовало бы тебе радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять род в день бедствия. Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его, и даже смотреть на злополучие его в день гибели его. Не касаться имущества его в день бедствия его, не стоять на перекрестках для убивания бежавших его, не выдавать уцелевших из него в день бедствия. И дальше говорится, что это то, что произошло, что Исав сделал, Эдом сделал для Израиля, а от первого по шестой, седьмой, говорится, что народ Исава, Эдом будет вообще уничтожен. Туда другие люди зайдут, другие народы. И так практически и произошло, и тут просто перечисляется. Но хотелось бы завершить сегодняшнее наше рассуждение последним стихом из книги Аудия. «И перейдут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа». А в оригинале звучит «И перейдут спасители Израиля на гору Сион». То есть мы видим, что все люди, которые какое-то отношение имеют, честно приняли Тору, защищали Божий народ, они все будут на горе Синай, чтобы судить гору Исава. Вы понимаете, тут противоположность гора Синай и гора Исава. То есть это не только горы физические, да, это имеется в виду две системы, два мировоззрения. Одно мировоззрение гора Синай, Израиль, Тора, духовная жизнь, поиск Бога, и вторая противоположность. Исав, погоня за материальным, и предательство, и все остальное. То есть мы видим, что эта недельная голова заканчивается тем, что справедливость восторжествует. И хотя народ Божий, мы знаем, это еще не конец нашего пути, нашего джорни, мы будем еще идти и будем тоже определенные препятствия и проблемы, и переживать. Потому что сказано о последнем времени, это будет как ночь Иакова. То есть вполне возможно, что мы с вами эту ночь и застанем, скорее всего. К этому все идет. Поэтому будем молиться и с Божьей помощью держаться в Священном Писании. И с молитвой будем бодрствовать. Потому что дни лукавые. Спасибо вам за все. С Богом.